Мы стали с вами друзья до бесконечности нищие. И вот это наша нищета, я даже не знаю, на где больше это наша с вами нищета. В сознании или нашем, или действительно нищета у нас такая вокруг. А скорее всего нам навязывают вот это нищенское существование. Но ведь самый парадокс заключается в том, что наши бедные страны, партнеры, стали одалживать нам деньги. Ведь только-только Путин вернулся из Монголии, родины Чингисхана. Как нам это говорят, конечно это не так, но нам стараются это сказать именно так. И там он подарил 100 миллиардов рублей. Он оставил в Монголии. А зачем еще нужен старший белый брат, луналиким монголам? Но только для денег. А больше он не нужен ни для чего. Поэтому я не знаю для чего на самом деле туда поехал Путин. Зачем на самом деле он оставил там 100 миллиардов рублей? Я не знаю, друзья, зачем он это сделал. Я только знаю, что он это сделал. Может быть север, может быть Китай здесь граничит, здесь может быть в чем-то дело. Мы можем дальше разбирать эту тему. Однако же на сегодняшний момент, пока это непонятно, посмотрите мой видеоролик на эту тему, где конница Чингисхана встречает дань, которую привез Владимир Путин с поклонением великому Чингисхану. А теперь самое интересное. Владимира Путина на площади Чингисхана встретила конная гвардия, облаченная в костюмы эпохи монгольского нашествия. И напомним, это вот печатное издание нам сообщает о том, что это было в 1223 году. Конница военачальника Чингисхана нанесла жестокое поражение славянско-половецкой армии на реке Калка. А десятилетиям позже внук Чингисхана Бату, он же Баты, подавил сопротивление дружин, страдающей от феодальной раздробленности Киевской Руси, и включил славянские земли в состав улуса Джучи, Монгольской империи, позже превратившегося в самостоятельное государство Золотую Орду. Но полностью все вранье, я не отвечаю за эти исторические справки, друзья. Джучи, да, это сын Чингисхана, первый старший сын Чингисхана, к ветве которого я и отношусь. А далее это издание так пишет, что они далеки от того, чтобы поощрять вздор великоросских шовинистов, однако двусмысленность парадного действия не может не бросаться в глаза. В Лагбаторе президента России встретила конница захватчиков, установивших жесткий оккупационный режим на территории покоренных русских княжеств. Здесь должна быть шутка про явное непонимание монгольской стороной некоторых протокольно-исторических нюансов. Владимир Путин, разумеется, проигнорировал, но он просто ничего не знает. Тот костюмчик, который ездит, он и понятия не имеет в этой истории ничего. Поэтому он проигнорировал эти шероховатости и заверил монгольскую сторону в полном расположении России. И расположение, надо сказать, имеет конкретное денежное выражение. Монголия получит кредит в размере 100 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации. Спите жители Багдада, спите пенсионеры. А вот мы 100 миллиардов рублей так с барского плеча в Монголию закинем. Ну, можно и конницу тогда ему высылать для встречи. Почему бы и нет? За такие-то деньги Монголия получит кредит в размере 100 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации. И вот эту дань встречает конница Монголии. Посмотрите тот самый ролик. А я сегодня вам хочу рассказать про Индию, которая одолжила Россию 1 миллиард долларов. И начнет за это вывозить дальневосточный лес. Китаю мы отдали лес, он там вывозит лес. А теперь еще Индия будет вывозить лес. У нас все те самые третьи страны, которые когда-то были так, мы на них смотрели сверху вниз. А теперь они руководят, теперь они красавчики. Они пользуются тем, что Россия обеднела, чиновники обеднели. Душой, с умой они идут по всей нашей стране. И пытаются хоть где-то заработать лишний миллиард долларов. Итак, миллиард долларов одолжила нам Индия. Индия предоставит России кредитную линию в размере 1 миллиарда долларов, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. «Деньги пойдут на развитие Дальнего Востока». Вот этих сказок мы уже наслушались за 20-то лет, даже больше. Мы наслушались таких сказок почти за эти 30 лет, что сказать, что деньги пойдут на развитие Дальнего Востока, ни вы в это не верите, никто в это не верит. Но это нужно сказать. Вот вы знаете, такая психологическая система, когда правительство говорит, и должны ему люди верить. Никто не может сразу возродить и сказать, да врешь ты все, ничего этого не будет, не будет ни возрождения Дальнего Востока, вы все эти деньги положите себе в карман, потому что так вы задумали. Вы продаете страну. Вот так никто не может сказать сразу. А делают вид, что верят в такие вот сказки небылицы. Глава индийского правительства подчеркнул, что это совершенно беспрецедентная мера, когда Индия предоставляет кредит другой стране. Сегодняшнее заявление о предоставлении кредитной линии будет для нас стартовой площадкой, с которой мы будем расти и развиваться на Дальнем Востоке. Сказал Моди, ну да, Индия там будет расти и развиваться, а русским придется уйти. Ко мне для русских больше места. По данным India Times, в обмен на инвестиции, Индия рассчитывает получить доступ к лесным ресурсам Сибири и Дальнего Востока, за счет которых планирует покрыть дефицит древесины, в стране. Предварительные договоренности о торговле лесом были достигнуты 11 и 13 августа в Володе Востоке в ходе визита высокопоставленной индийской делегации во главе с министром торговли и промышленности, пьюшем Гуялом, в которую входили главы четырех индийских штатов из 140 компаний страны с российской стороны. В переговорах участвовали вице-премьер Юрий Трутнев, губернаторы 11 субъектов Российской Федерации и топ-менеджеры 200 российских компаний, достигнутые договоренности, цель которых – увеличить взаимный товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2025 году. Предполагалось закрепить на личной встрече президента Путина и МОДИ в рамках ВЭФ. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, вот фамилии-то какие у нас, знаете, такие, душесчипательные, хочет ввести запрет на экспорт круглого леса в Китай, если Поднебесная не подключится к решению проблем восстановления угодий в Сибири и на Дальнем Востоке. Это только одни хотелки, это такие размахивания деревянным мечом перед носом высоко вооруженного и интеллектуально оснащенного мозгами противника, потому что от наших чиновников весь их мозг куда-то улетел. Помните, у Гоголя нос сбежал? Так у наших чиновников мозги сбежали. Куда-то в другое место они не могут их никак найти. Ну вот так и живем по Гоголевскому носу. И сами по себе где-то мозги ходят, а тело-то голова без мозгов. Но если только пойти в изумрудный город, к волшебнику изумрудного города и у него попросить мозги, но нашим чиновникам явно не до этого, они продают со всей тщательностью и рвением родину, которую они посчитали лично своей землю, но не всего народа. А народ, дурак, пахал с утра и до зорницы, вырос хлеб и улетел прямо за границу. Так когда-то говорили в 1960-каком-то году. Я Таня Карацуба, Сейдбургхан.